История, которую я вам сегодня собираюсь рассказать, немало меня потрясла, слава богу, в приятном смысле. Я, как вы знаете, вожу всевозможные группы туристические по Петербургу, Москве, даже в некоторых других городах России. Ну и в частности, осваиваю Европу, это Париж, Берлин, куда я свозил, собственно, две группы. И вот, когда я намечал маршрут по Берлину, надо сказать, что во время этого процесса я стараюсь абстрагироваться от любых путеводителей и намечать свои собственные маршруты, исходя из каких-то своих интересов, и рассказывать то, что интересно прежде всего мне. И практика показывает, что, собственно, именно это и интересно моим экскурсантам. Так вот, конечно же, там невозможно было обойти тему Второй мировой войны настолько, что у нас, ну, что ни день, то какие-то объекты, которые были с этим связаны. И, конечно же, одним из центральных мест был парк Тергартен, мемориальный комплекс, который на всех производит неизгладимое впечатление. У меня, собственно, был выпуск про Берлин, я имею в виду в бытовом плане, где я показывал тоже кое-какие сцены оттуда. В общем, каждый раз, когда мы туда приходим, дух захватывает, и даже у меня, особенно там есть такой подход через склоненные такие березы. Ну, в общем, там все настолько грамотно и концептуально продумано, что нужно отдать должное его создателям. У монумента, у самого монумента, у солдата с мечом в руках и с девочкой, соответственно, в другой руке, у него есть прототип. Как, возможно, вы знаете, Масалов или Масалов, вот тут опять-таки мнения расходятся, который эту девочку спас. Причем есть даже предположительно то место, где он это сделал. Это сейчас называется подздаммер брюки. Там буквально наискосок новая галерея по проекту Мисс Ван-де-Роа. И там висит такая совершенно неприметная, даже, я не знаю, но это мемориальная, даже не доска, какой-то опознавательный знак, в общем. Написано на двух языках, что именно здесь, на берегу Ландвер-канала это произошло. Действительно, если верить воспоминаниям генерала Чуйкова, Масалов, который, кстати, на тот момент уже был дважды ранен, второй раз он был ранен на Мамаевом кургане, они шли, получается, откуда они шли, с юга на север. Наверное, даже, получается, с юга запада на север, на подступах к Тиргартену. И должны были брать еще с другой стороны этот аэропорт Темпельхов. Соответственно, должна была быть артподготовка и было некое затишье, которое длилось больше, чем полчаса. И вот в этом затишье вдруг послушался детский плач, мутер-мутер, как поется в известной песне «Рамштайн», только несколько с другим тембром голоса. И стало понятно, что мать пыталась перебежать из Тиргартена, и ее, судя по всему, подстрелили эсэсовцы, которые вообще подстреливали в то время всех, кто пытался сдаться врагу. Ну и Масалов вызвался спасти эту девочку, он там полз, прижимаясь к асфальту, ныряя в лунки, которые были оставлены от снарядов. И это было, естественно, опасно, потому что все это простреливалось, там территория была заминирована, фугасы, бла-бла-бла. В итоге спас, спас эту девочку, перепрыгнул он через бруствер обратно, сдал ее санитаркам, ну и, в общем, наши войска потом, как вы знаете, взяли и Рейхстаг, наши знамя над Рейхстагом и все такое прочее. И таких историй, как выясняется, был вагон и маленькая тележка, потому что Масалов, когда после войны уже попытался найти эту девочку и кинул клич, откликнулось 200 таких девочек. Это говорит о том, что подобные подвиги были далеко не редкость, просто опять-таки здесь играет значение медийный фактор, да, то есть какой подвиг попадает в медийное пространство, тот, соответственно, и становится общеизвестным, а какой не попадает, тот и остается неизвестным. Таковым бы и остался подвиг Трифона Лукиновича, белоруса, который проработал всю свою жизнь на Минском радиозаводе, и он вернулся, на самом деле, домой, но еще до конца войны с фронта, но его жену и двоих детей убило, и он отправился обратно воевать. И вот на подступах уже как раз в районе современного парка Трептов парка, возле моста Эльзенбрюке, такая же точная история. Плач, убитая мать, он вызвался спасти девочку, спас ее, но когда передавал уже в надежные руки, был ранен и через несколько дней умер. Все это наблюдал писатель Борис Полевой, который это дело описал, но в дальнейшем было решено, что Борис Полевой насвистел некоторыми людьми, и, в общем, факт этот был дебатируемый. Тем не менее, в 1976 году была открыта мемориальная доска прямо возле станции С-Бан, которая так называется, Трептов парк, в присутствии главы местного муниципалитета, которая провисела там аж до 2019 году. Я узнал об этом случайно, опять-таки, в основном из немецких источников, и у меня, естественно, возникла идея найти то место, где эта доска висела. Снята она была по инициативе одного из немецких журналистов, который со своей стороны доказал, что факт спасения немецкой девочки Элкиновичем не установлен, поэтому и доска повешена незаконно. Доску демонтировали. Вот у меня есть один из зрителей канала, который, когда я еще летом ездил намечать маршрут, он написал мне, предложил встретиться. Мы встретились, он мне там показал рыночек забавный, сводил, показал могилу братьев Гримм, и я ему, между делом, как бы там дал несколько наводок, каких-то вещей, которые я бы хотел выяснить в Берлине. В частности, вот про эту, собственно, мемориальную доску, которая висела в районе Трептов парка. Он занялся расследованием, нашел некий кирпичный постамент, на котором эта доска висела, и которая была превращена просто в некий рекламный стенд. И, в общем, ну что, мы погоревали и, в общем-то, проехали. Причем я его спрашивал, нельзя ли выяснить фамилию этого немецкого журналиста, который инициировал снятие доски, но он не смог найти эту информацию в интернете. Может быть, вы найдете. Возможно. Если найдете, скиньте мне, я с удовольствием озвучу этого замечательного немецкого медийного героя. И вот я веду первую группу, а Александр как раз-таки он... У меня четырехдневный тур обычно и в Париже, и в Берлине, и он решил присоединиться именно к последнему дню. И вот мы встречаемся на станции С-БАН. Я подвожу свою группу к тому месту, где когда-то висела эта мемориальная доска, и о чудо. Прямо на ней, с помощью граффити, создана на немецком языке надпись о подвиге Трифона Лукиновича. А верхняя часть, которая когда-то была переделана в рекламную, точно так же переделана в советский флаг. Я говорю, вот какие молодцы все-таки немцы, да, нашлись инициативные люди, которые, пусть и незаконно, а это, ну, увы и ах, из песен слов не выкинешь, это незаконно на самом деле. В данном уже случае нанесли эту надпись. Я возвращаюсь домой, и тут мне Александр пишет, что, оказывается, эту надпись делал его сын. Откуда сын это узнал? Ну, Александр ему рассказал об этом, сыну стало обидно, и он со своим приятелем нанес, ну, они сделали трафарет, и вот нанесли эту надпись. Сейчас я, собственно, предоставлю слово самому этому юному герою, у которого я попросил взять интервью его собственного отца. Привет всем, меня зовут Константин. Я школьник из города Берлин. Буквально пару месяцев назад я узнал от отца, что около Трептов парка раньше находилась памятная доска павшему советскому солдату Лукьяновичу. Теперь та доска уже там не существует, и осталась только стена, и она вся была исписана из граффити. Мы с товарищем решили изменить эту ситуацию и написать ту надпись, которая раньше была на той доске. Это все, что мы могли сделать в память погибшему герою. Как выяснилось, это не единственное граффити с советской символикой, которую эти ребята наносят в Берлине, и получается очень интересная цепочка. Я рассказал об этом своему экскурсанту Александру, тот поведал сыну, сын сделал то, что сделал. И в этой связи, ну, да, я, ой, снежок, снежок шипит под ногами. Я пребываю в такой небольшой эйфории, да, от того, что моя деятельность приводит к таким сугубо позитивным результатам. Поэтому хорошо, что у нас сейчас по всему миру идет волна под названием «Бессмертный полк». Хорошо, что в Германии за памятниками следят и разве что не языком там вылизывают. К сожалению, не такая ситуация в ряде других стран. Вот я тут поеду в Чехию, в Прагу. Мне рассказали, что там танк разрисовали розовой краской, и он в таком обличье до сих пор и стоит. Ну, в общем, поеду, посмотрю на это все своими глазами. И в заключение хочу сказать еще одну мысль. Ну, она такая совершенно не оригинальная, но, тем не менее, вот эти вот памятники нашим солдатам. У меня будет еще один выпуск по поводу одного замечательного путеводителя по городу Вени, который я прочитал за авторством одной госпожи, работавшей на журнал «Афиша». И там было пару фраз, которые мне просто вынесли мозг. Ну, об этом мы поговорим отдельно. Так вот, вот эти памятники, они для некоторых, это, знаете, такая давлеющая над страной тоталитарная подступь. На самом деле, мне сложно представить немецкого солдата во время Второй мировой войны на территории СССР, который бы спас нашего ребенка. Возможно, такие случаи были. Я просто о них не знаю, вы мне сообщите. Но явно они не носили массовый характер. И задача была как раз обратная. Я в курсе, что, например, голубая дивизия, состоявшая из испанцев, которая стояла под Ленинградом в районе Павловска, она, ну, вот эти вот солдаты, они как-то более человечественно относились к детям. Мне об этом рассказывала одна из блокадниц. Но что касается немцев, нет. И это та самая черта нашего национального характера, которая, ну, вот в нас есть. Она, конечно, перекрывается другими, некоторыми другими отрицательными чертами нашего характера, но вот этого у нас не отнимешь. В заключение, естественно, хочу сказать, что в Берлин мы опять поедем 9 марта. 27 января мы едем в Париж. 3-5 января у меня тур по Петербургу такой тестовый. Но я его планирую повторить на майских праздниках. И потом, возможно, еще летом несколько раз. Если вам интересно, пишите. Все ссылки находятся вот там. На этом все. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока.